Добрый день, меня зовут Артур Нейкшенс, я международный гроссмейстер из Латвии, играл за сборную Латвии неоднократно, также автор, стример, профессиональный игрок и у меня сегодня большое удовольствие у вас представить, как прошла первая партия третьего круга Кубка Мира. Сегодня было очень много интересных матчей, играли между собой чемпион мира Магнус Калсен из Норвегии против номера 2 Норвегии Ариана Тарри, и Тарри боролся, очень боролся до конца и был очень близок, чтобы сделать не еще черным цветом, но все-таки в конце первого контроля молодой норвежский гроссмейстер все-таки допустил грубейший зевок и из очень надежных позиций все-таки был вынужден признать свое поражение. Начнем тогда рассматривать партии, которые мне показались самые интересные. Вот, например, первая партия, которая закончилась достаточно быстро и могла заканчиваться еще побыстрее. Это один из сюрпризов турнира Джахонгера Вахидов из Убегистана. Он играл белым цветом против Павла Панкратова с России. Вот посмотрим, как быстро узбекский гроссмейстер получил уверенную победу. То есть черные пошли и Ц5, решили пойти на большую борьбу и, видимо, Вахидов был готов в борьбе. Быстро захватил пространство. Е5, слон Е3 очень мощные хода. Конь Е6, Ф4, Д6 и конь Ф3. Казалось, вроде бы черным нормальная игра, но в какой-то момент через несколько естественных ходов после слон Д7, слон С6, конь Д5 стало очевидно. Черным заканчиваются ходы. То есть, видимо, это был просто неудачный эксперимент российского гроссмейстера. Дальше последовало конь Ц7, ферзь Б3. Белые продолжают давить в черных и иметь достаточно серьезную преимущество по пространстве. Дальше последовало ДЕ, конь Е5. Ну вот посмотрите, какие два красивых коня на Е5 и на Д5 стоит. Ну, что делать? Черным пришлось побить на Д5, ЦД, конь Д6. Белые быстро расставили ладьи. Конь Е8, ладь Е1 и конь Ф6. То есть, чисто так визуально кажется черным вроде бы нормальный порядок. У них кони на Д6 на Ф6, хорошая блокада, но нет абсолютно ни одного перспективного плана. И еще более большая проблема у черных то, что негде поставить ферзя. Ну, дальше после С2, ладь Е8, А4, Вахидов продолжал захватывать еще побольше пространства. После Ферзь А5, ну, здесь уже становится очевидно, что черным просто негде поставить ферзя. И после ладь Е5 пришлось идти обратно в Ферзь Д8, потому что Ферзь А6, видимо, наверное, плохо. Ферзь А6 будет какой-то слон Ф1, и Ферзь А6 чувствует себя, ну, не очень-то комфортно. Вот после Ферзь Д8, А5, белые захваты еще больше пространства. Ну, черные постарались чего-то изобретать на королевском фланге. Ничего не получилось. Идея была пойти какой-нибудь там конь Ж4. Белые спокойненько пошли А3, может быть, с идеей пойти слон Ф3, король Ж2, Ж4, бороться еще больше пространства на королевском фланге. Черные пошли конь Д7, ладья С1. И сейчас уже стало очевидно, что черные не могут играть ладья С8, потому что пешка А7 под ВСА. Но из-за этого Панкратов пошел А6, и после Ферзь А4 другая проблема возникла. Конь на Д7 под боем. Но естественно, что не хочет брать коня на Е5. Пошел Конь Б5, и после Ферзь А4 уже черные совершили решающую ошибку. Позиция тяжелая. Да, никто не спорит. Но все-таки, наверное, надо было пробовать идти обратно Конь Д6, и после Ферзь А7 ну как-то держать эту позицию. Но все-таки здесь черные решили, что пора побить на Е5 и взять пешечку на А5. Заберем пешку, потом подумаем дальше. И здесь белые в отличном стиле просто разгомили черных. Во-первых, последовал ход Д6. Открывается слон на Ж2, одновременно угрожает слон бьет на Б7. Ну что, черным ничего не осталось. Лучше бы, кроме брать на Д6. Но тут оказалась блестящая идея белых. Белые пошли Е6. И как оказывается, черный король слишком слаб, чтобы можно удержаться. Ну вот, например, если черные побили бы на ФЕ, логи Е6, взял-взял, король А7, слон Е4, и все. Последует Ферзь Ж6, Ферзь Ж5, слон Д5. И здесь должен быть мат. Из-за этого после Е6 черные попробовали как-то держаться после короля Ф8. В принципе, здесь уже несколько побед. Можно было даже побить просто ЕФ. Взял-взял. Но как-то черные еще еле-еле держатся после Ферзь А7. Хотя, конечно, что после Ферзь Д3 и Ферзь Ж6 и слон Д5 позиция просто безнадежная. Но все-таки белые нашли еще более убедительную победу. Они дали шаг на Е7, пожертвовали пешку, вместо того, чтобы забрать пешку на Ф7. И после взятия, взятия, взятия неожиданно белые показали отличное зрение позиционной геометрии. Ферзь Е4 шаг, король Ф8 и ферзь бьет на Б7. Ладья А8 под боем и угрожает слон Д5. И черные ничего не могут поделать, потому что ладья А7 недоступна. Ладья просто под боем даже не говорят о том, что угрожает мат на С8. И после ладья Д8, слон Б5, защиты удары на Ф7 нет. И после король Ж8, ферзь Ф7, король А8, белые еще подключили к атаке ладью. Угрожает не только ладья Е7, ладья Е8, ферзь Ж6, много угроз. И после конца 7, ладья Е7, ферзь А1 шаг. Ну, маленькая точность здесь. Вахидов сыграл слон Е1, что в принципе не было обязательно. Можно было спокойнее, конечно, пойти король Ж2. Но можно его понять, потому что после ферзь Б2, ладья С7, ему может быть не понравился ход ладья Ф8, что-то угрожает по линии Ф. Хотя все-таки белые побождают из-за очень красивого промежуточного хода ладья Б7. И черные просто проигрывают фигуру. Вот из-за этого, ну, Вахидов наверное решил, что это как-то, может быть не так очевидно, и пошел слон Е1. И после ферзь Б2 забрал фигуру, и партия долго не длилась, черным ничего лучше не осталось, как разменять ферзи. И дальше Вахидов уже уверенно разобрался, разменял ладьи, активизировал короля и очень уверенно добился заслуженной победы первой партии. Мы будем следить в партии, как играл молодой иранский грейсмейстер Амин Табетабэй против китайского грейсмейстера Юян Гуи. Разыграли итальянское начало. Там особо-то нечего добавить, но может быть единственное, я могу добавить то, что слон Ж5 такой немножко провокативный ход, потому что черные, наверное, должны решиться, пойдет ли они ход с Ж5. Но Ж5 обычно ведет к очень острой борьбе. Ну, видимо, Юян Гуи у себя выставил цель, что он будет играть спокойно, из-за этого он не пошел, Ж5. Он играл спокойненько. Но в какой-то момент стало очевидно, что белый владеет, опять же, некоторым преимуществом пространства. То есть А4, Б4 стандартные ходы в итальянском начале. Слон С4, конь С4, ферзь С6. Черный играет солидно, но все-таки белый владеет пространством. Последовал стандартный ход Б5, ладь Б1, слон Е7 и Д4. И теперь уже становится очевидно, что этот слон на А7 может быть не самая удачная фигура у черных. Но черные придумали вот такой интересный маневр. Они пошли ферзь С6, ферзь Е3 и конь Б6, предлагая размен на Б6, чтобы организовать какую-то кондегру на ферзевом фланге. И тут Абатабей очень интересно сыграл. Он пошел конь Е3. Он правильно заметил, что черный король немножко ослабленный, и можно организовать какие-то перспективы на королевском фланге. Но тут конь бьет на А4, видимо, наверное, не очень так хорошо за черных, потому что можно играть просто БА-БА и ладья А1. И слон на А7 очень неудачно расположен, потому что после конь Б6, ладья А6, черный будет очень долго страдать. А эти белые кони стоят очень отлично. Но вот из-за этого, наверное, Юйон Ги решил не брать эту пешку и пошел вместо этого А5. Ну, с идеей, может быть, я где-то 7 на А4 попозже. После этого конь Д2 последовал. Опять же конь А4, наверное, не очень хороший ход, потому что тоже самое идея ладья А1. Но здесь есть маленький трюк. Конь бьет на С3. Кажется, интересная идея, потому что ферзь С3 едает черный что-то выигрывает. На самом деле у белых есть очень сильный промежуточный ход Д5, и потом они забирают конец С3 и оставаясь с лишним материалом. Ну и из-за этого Юйон Ги так не сыграл. Он пошел ладья Д8. Ну и теперь после конь Ф5 тут, видимо, Юйон Ги что-то показалось. Я не знаю. Ну, не могу сказать, почему он не пошел Ж6. Я могу представить себя ему показалось какие-то призраки. Типа конь начал страшную атаку. Он пошел ферзь Ж3, нападая на мат, угрожая ферзь Ж7. И после Ж6 неожиданно белый конь уже не отступает. Он пошел ладья Е3. И теперь уже никого не волнует эта пешка на А4. Белый готовы начинать решающие действия на королевском фланге. Ну, почувствовал, что ситуация уже плохая. Юйон Ги пошел кролев 8, надеясь, что наконец-то белый конь уйдет. Но после ферзь Ж5 белый продолжает свою атаку. Но что Юйон Ги осталось делать? Он решил взять фигуру. Раз уж умреть, тогда умреть с музыкой. Взял, взял и пошел ферзь А2. После ладья Е1 становится очевидно, что у белых слишком много фигур, чтобы черные могли надеяться на успешную защиту. Ну, вот, например, один такой примерный вариант ферзь Д2. Брать нельзя. Это не лишняя фигура, потому что ферзь А6 шах, кролев 8 просто будет мат, а король Е7 можно просто забрать ферзя. Ладья Е5 шах, Де, ферзь Д2 и у черных скрытый король, который будет обеспечивать победу у белых. Ну, вот из-за этого после ладья Б1 Юйон Ги пробовал пойти к конь Д5, привлечь больше фигур к защите, но после ладья А3 белый уже угрожает ставить наглый мат. Ну, Ф6, ферзь А5 также не помогает никак у черных, потому что ферзь А8, ладья А7 будет решающей угрозы, но из-за этого кроли Е8 единственный ход. Здесь Ф6 еще раз. Табы Табей продолжает скрывать позицию и не позволяет черного коля убежать, потому что будет ферзь А5 шах и король должен пойти обратно. И после С6 черный король уже соберется покинуть С7, но белый продолжает свое давление. С4 и, ну, чисто теоретишки Юйон Ги мог пробовать отдать фигуру обратно. Слон Д4, СД и ферзь Д5, хотя после БЦ, БЦ, ладья Б3 белый атакует с обоих сторон. И шансов эту позицию держать у черных очень мало. Но из-за этого, наверное, Юйон Ги показал, что можно играть конь Ф6. И, видимо, его идея была, что после Ф6 последует ферзь бьет на Д2. И у белых нету прямо продолжений. На самом деле черный просто побеждает. Но все-таки конь на Ф6 белый не обязаны брать. И сначала они побили ДЕ. И все. Позиция у черных разваливается. Дальше последовал ДЕ. Шах. Здесь ладья Д3. Все тяжелые фигуры, а такое черного короля, и шансов у черных на спасение абсолютно нет. После корольца 7, ладья Е7 шах, конь Д7, ферзь И5 шах. Но единственный ход черных крольца 8. И когда кажется уже, что черные выжили эту страшную атаку, последовал очень мощный удар ладья Д7. Но, естественно, набрать нельзя, потому что просто шах здесь и короткий мат. Ну, например, как-то так. Так. Взял и ферзь Д4 мат. Ну вот. И после ладья Д7 черным спасение нет. Но они пошли слон Д6. И последовал простой удар. Здесь и очень красивый ход Д6. То есть угрожает многочисленной угрозы. Ферзь в 5 шах, ладья Д8. Черный ферзь шахов дать не может, потому что ферзь на Е5 покрывает поле 1. Ну и если черный бьет на Д6, тогда просто следует мат на доске. Великолепная партия иранского гроссмейстера. Переходим дальше на женский турнир. Тоже очень много интересных ярких партий. Очень сложно было выбрать, какие партии показывать. Ну, в конце концов, я решил, что надо обязательно у вас показывать партию, как Алина Кашлинская сыграла очень блестяшую такую же партию против Алис Галямова. Ну вот. Значит, дебют как дебют. Все расставились. Тут черные очень агрессивным образом разыграли дебют. То есть, G5, слон G3 и конь H5. Очень интересная идея. А идея в том, что черный получает сразу после дебюта преимущество двух слонов. И после слон G7 надеется в будущем как-то использовать вот эту пару слонов. На самом деле все далеко не так просто. Вот. После 3-0. Когда одна из сторон аркируется в длинную сторону, вторая в короткую сторону, вы можете уже ожидать что-то очень интересного. Вот именно это было в этой партии. После ферзи E7, король B1, белые спрятали короля, короткая рякровка, слон E2, ладья D8. Все это абсолютно нормально и интересно. И здесь белые пошли очень идея на конь E5. То есть идея играть F4 слон H5, использовать слабости в лагере черных. И после конь E5 DE тут неожиданно Галямова ошиблась. У нее надо было понять, что пешку на E5 брать нельзя. И надо быстро организовать конь игру на ферзьевом фланге. После B5, Cb, Cb, конь B5, слон D7, дальше как-то ладья C8, ладья D8. И может быть в какой-то момент ударить на E5. Я сказал бы, что игра очень ясна. Черные решили, что пора забрать пешку именно здесь. И тут белые начали страшную атаку. После ладья H6, слон G7, ладья H5. Белые угрожают просто пойти ладья H1, F4, ладья G5, ферзь H7 и просто ставить мат. Но черные старались, конечно, отвлечь внимание, что происходит на королевском фланге. Сыграли B5. Один удар. Но белые не будут скрывать слишком позицию на ферзьевом фланге, чем полагается. Пошли F4. Все по плану. GF, GF, CB, ладья H1. Угрожают то же самое. Ладья G5 и ферзь H7. Черные пошли F5. И G4 уже здесь должно становиться очевидно, что у белых потросящая атака, пока черные вообще ничего не успели построить на ферзьевом фланге. Но черные пошли B4, К5, ладья C8, ферзь D2. Ну, B3. Такая последняя попытка что-то сделать на ферзьевом фланге, типа угрожая ладья C2. Ну, можно было, конечно, белым просто побить А, B. И ничего страшного не было бы, потому что белых атака все-таки выглядит пострашнее. Ну, все-таки Алина решила сыграть понадежнее. Пошла К4, БА. И очень красивый позиционный маневр. Король А1. Пешка на А2 защищает белого короля. Ее не надо брать. Ну и вот. Дальше белым свободные руки, чтобы нанести решающий удар на королевском фланге. И после ЖФ, Е5. Галямова еще пробовала что-то менять в борьбе. После слона Ф3. Ладья Ж5. И тут нашелся очень красивый удар. Хотя позиция, наверное, выбрана уже больше, чем одним способом. Ф6. Напали на ферзя. Ферзь Ф6. И ферзь H2. Шаг к королю на H7. И черный просто остается без ладьи. Из-за этого черные должны были признать свое поражение. Великолепная атакующая партия. И в принципе черные допустили только одну ошибку. И этого хватало. Еще одну партию. Посмотрим, как играла Валентина Гунина против Харико Дорнавалли. Тоже началось вроде бы тихо и спокойно. Разыграли испанское начало. Ничего особенного. Расставили фигуры туда-сюда. Все мы это видели неоднократно. Перед этим Б4. Кстати, очень интересный маневр. То есть Б4 идея в том, что после ЦБ конь С6 черный жертвует пешкой угрожая пойти конь Д4. Например, Б5. АБ, АБ, конь Д4. Белые владеют лишней пешкой. Но на самом деле позиция у них очень опасная. Ну, конечно, Гунина все это прекрасно понимала. Она пешку не забрала. Спокойненько пошла Д3. И после ладьи Б8 черный угрожает пойти Б3. От этого угрозы надо защититься. Конь Д2. Ц5. Конь Ф1. Стандартный маневр итальянско-испанских позиций. Потому что они очень похожи. И после короткой Конь Е3, Б3 черный арестовали слона на Б1. Сейчас уже, конечно, будет большой вопрос, как собираются белые вывести этого слона в игру. Потому что это не только слон. Это ладья на А1. Так что все далеко не очевидно. Ну, вроде бы дальше дроновали. Все правильно расставилось. Ферзь А7. Конь Д2. Белые напали на коня на Ж4. Конем надо вступить обратно. Конь Ф1. Белые собираются организовать какую-то конт-игру на королевском фланге. Ну, типа слон Ж5. Конь Е3. Конь Д5. Конь Ф5. И тут, наверное, у дроновали лучший шанс в эту партию был пойти Д5. То есть играть более агрессивно. И после ЕД Конь Д5. Ферзь Е5. Кажется, белые выигрывают пешку. На самом деле, после слона Д6, белым нет выбора. Приходится обратно Е8. После удара слон Ф8. Позиция, я сказал бы, очень неясна. Потому что возникает вопрос, как собираются белые вести в игру ферзевые фланги фигуры. Но этого партии не было. Дроновали решила сыграть. Более надежно пошла. Слон Ф8. Типа среди. Может быть, Д5 будет позже. Но после слон Ж5. Конь Д7. Конь Е3. Тут уже стало очевидно, что здесь атакуют уже белые. Но поскольку угрожает Конь Д5. Конь Д6. Ферзь Е4. Король Х8. Конь Ф5. Белые начали достаточно серьезную инициативу. Угрожает ладь Е3. Ладь Е3. Черные пока все аккуратно еще расставили. Спасли Ф6. Слон Д2. Ферзь Е7. И тут белые решили добавить еще больше фигуры атаки, угрожая пойти Х4, Х5. И стараясь вызвать больше ослабления позиций черных. Черные правильно пошли. Ж6. Конь Ж3. И тут у Дроновали надо было понять, что надо идти Х5. Ферзь Е2. И ферзь С Х7. С угрозой. Слон Х6. И стараясь все-таки арестанты на Б1 остаться на долгое время. Потому что когда бела пойдет Д4, черные могут закрыть ферзевый фланг ходом Ц4. Но она это потом не сыграла. Она пошла Ферзь Е6. И держит заменять Ферзей. Но естественно Гунина не меняла Ферзей. Отошла. И тут начался штурм. Ф4. Ладья Ф1. Но все черные фигуры пошли обратно. Х5. Конь Ц6. Д4. И наконец-то арестант готов участвовать в игре с маневром слон Д3 и слон С4. Вот например ЦД. Слон Д3. Просто опасно у черных. Потому что слон С4 становится очень грозной фигурой. И лишняя пешка не играет никакую роль. Из-за этого черные пошли после Д4. С4. Но теперь после АЖ. ФЕ. У Гунина нашелся очень красивый удар. Конь Х5. Оказывается ЖН нельзя играть. Потому что Ферзь Х5. Это не только шаг. Но черные теряют ладью на Е8. Которая стоит без защиты. Черным пришлось играть слон Ж7. И тут после слона Ж5 тоже самая угроза. Опять же ЖН нельзя играть. Потому что после Ферзь Х7 ладья на Е8 провисает. Из-за этого после ЕД. Конь Ф6. Ферзь Х6. ЦД. Белые начали решашу атаку. Вот посмотрите как быстро Гунина раскрыла черного короля. Например Конь Д4. Ферзь Ф2. Угрожает Ферзь Х4. И черный король просто получает мат. После ЦД. Черные пошли ладья Ф8. Еще один блестящий удар. Е5. Защищая коня. ДЕ и Д5. Ну красивые шахматы. После Конь Д4. Ферзь Х4. Черные уже что-то теряют. Либо они получают мат. Либо остаются без Ферзя. Ну Дронавали решила пожертвовать Ферзя. Но после удара Ферзь Х6. Ладья Ф7 получила еще один удар Ладья Ф6. И в конце концов решила сдаться. Потому что после Ладья Ф6 Ферзь Х7 следует мат на доске. Еще одна блестящая атакующая партия Вали Гунина. Было очень много интересных партий в турнире. Которые я хотел вас показать. Но видимо я просто их всех не могу показать. Очередный шедевр Данила Дубова. Просто какой-то космос. Я не знаю какую партию еще объяснить. Потому что некоторые хода для меня тоже особо-то непонятно. Но сыграл в своем стиле очень яркую партию. Также прекрасно в этом туре сыграли все узбекские игрока. Которые продолжают себя впечатлять. И видимо они пройдут далеко. Молодой Сендаров почти добылась успеха. Черным против Кори Хорхея. Но все-таки в конце что-то не хватило. Партия завершилась в ничью. Удивительно Максим Ващелограф. Играя белым цветом не смог одолеть Давида Паравьяна. Причем сразу после дебюта партия быстро закончилась в ничью. Насчет женщин. Хочу добавить, что играли между собой две бывшие чемпионки мира. Мария Музычук и Анна Ушенина. Была равная борьба. Но все закончилось закономерно ничьей. Александр Костынюк выиграл блестящую партию. Черным против Пия Крамлинг. Перехватила преимущество черным сразу после дебюта. И не отпустила. Ну в принципе это все. То есть я мог бы рассказывать про много интересных ярких примеров очень долго. Мое время очень... есть лимит. Так можно сказать. И надеюсь у вас понравилось. Если у вас нравится это видео, пожалуйста, шелкните. Подписывайтесь на этот канал. И увидимся завтра. До новых встреч.